Народные артисты! Выдумайте, что на самом деле артисты, заслуженные артисты, российские артисты. Все люди представлять нельзя, мало кто их не знает, и немного, что это для того, чтобы показать. Звезды, учимся всем. На красной ковровой дорожке встречали актеров русского драматического театра. Зрители пришли за час до начала и ждали своих любимцев. А уже в фойе театра актеры отвечали на вопросы зрителей. Все мы люди, все одинаковые, и у нас, у зрителей есть свои кумиры, на спектакли которых мы ходим, с нетерпением ждем их. А вот у вас есть любимые зрители, которых вы видите на своих спектаклях постоянно? Кого-то особенно выделить не могу, я всех вас люблю, спасибо, что вы приходите на наши спектакли. Но выделю только одного человека. Мой любимый зритель – это моя мама Николаева Инна Евгеньевна. Это мой самый любимый, самый строгий зритель. Общение со зрителем привнесло интереса во встречу. В Татарском театре Нур также сделали все, чтобы развлечь посетителей не только со сцены, но и в фойе. Костюмированный карнавал, экспозиции, демонстрация работы закулисных цехов и актерские мастер-классы. Мне они очень нравятся. Что театр Нур, что башкирский драмтеатр. Ну, что ты, во-первых, духовно отдыхаешь, во-вторых, ну, все равно что-то новое узнаешь и людей посмотреть. Кроме того, в Нуре показали два спектакля – «Ненаглядная моя Туфана Минулина» и «Похищение девушки» Мустая Карима. Отрывки из спектаклей последнего также исполняли артисты молодежного театра. Там зал был полный, не все желающие смогли даже попасть сюда. Директор театра Азад Зиганшин рассказал, что актеры черпают энергию от своих зрителей. Есть у артиста один кайф. Это никто не знает. Это только знает сам артист. Когда он уходит со сцены, он долго приходит в себя. Вот эти минуты, они драгоценны. Потому что такое какое-то блаженство идет и очищение. Ты как будто очистился от чего-то. Вот такое ощущение счастья внутреннего. Театральная ночь – это способ приобщить уфимцев к искусству. Рассказать о том, что сцен в городе много. И на каждой из них постоянно проходят спектакли. По мнению Азада, к театру нужно приучать с детства. Поколение вырастет, целое поколение. Вот из садика. Из садика в школу. В школу это поколение вести дальше. Они привыкают, детишки к этому привыкают. Уважение, уважение, уважение. Духовного материала больше. И что из этого потом получится? Вот из этого поколения. Я не думаю, что это получится какое-то дуролейство. У них воспитание будет совершенно другое. У них отношение к миру, мироощущение, мировоззрение совершенно будет другое. В молодежном театре бывают очень молодые зрители. На постановку сказок родители водят трехлетних детей. Чаще стали появляться школьники. А актеры, режиссеры, художники и многие другие люди, создающие театральные постановки, готовы и дальше радовать зрителей. Алексей Бычаев, Анастасия Никишина, городской телеканал ЮТВ.